Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Приветствую всех, кто загнул на мой канал. В текущем видео хочу выполнить рассказ по вашей просьбе, желает ли он или она, партнер или партнерша, вернуть ваши взаимоотношения. Для тех, безусловно, кто находится в ссоре, кто находится в разрыве, либо просто какое-то непонимание во взаимоотношениях, мы будем просматривать с вами эту ситуацию. Работать я сегодня буду с колодой и темной особня. Это для тех, кто интересуется, либо практикует таросами. Традиционно я выложу 8 вариантов, которые будут описывать и показывать ситуацию. То есть желает ли партнер вернуться к вам или нет. Если нет, то почему. Итак, настройтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте ваши имена, даты рождения. Если дату рождения вы не знаете, визуализируйте партнера, дабы настроиться на него и попытаться считать с ним информацию. Итак, желает ли ваш партнер или партнерша вернуть ваши взаимоотношения? Так, вот карты все, все две хотят. Ладно, давайте так две вложим, раз они две хотят идти, значит, таковым образом нет информации. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Ну, давайте смотреть, что же у вас здесь. Сейчас вам карта не видно целиком, но я вам все буду подносить, будет видно все арканы. Поэтому вы все сможете узреть и прочесть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Желает ли ваш партнер вернуть эти взаимоотношения? Ну, кто по связке карт, к сожалению, нет. Потому что человек здесь ушел в самое достаточное одиночество. Это ситуация либо ухода к другим берегам, к новым целям, к новым возможностям. Либо, если смотрит здесь девушка, то партнер здесь уходит к барышне, более состоявшейся и состоятельной, самодостаточной. То есть, к сожалению, я не вижу на текущий момент, даже по ближайшим трем месяцам, чтобы человек попытался вернуть вашу связь, ваши взаимоотношения. Давайте спросим, почему. Что же я бы так здесь не устраивала. Паш Пентакли, это больше, понимаете, гуляющий мужик. Во-вторых, здесь ситуация взвешивания меркантильная. То есть, насколько партнер либо партнерша могут быть полезны. Связями, материальным достатком, вложением эмоциональным. Потому что по Пашу Пентакли, здесь человек четко, в первую очередь, преследует эгоистичные цели. То есть, чтобы вы в него вкладывались. А здесь этого не происходит. Хорошо, для тех, кто выбрал второй вариант. Желает ли человек вернуться? Ну, по Аркану Звезда могу сказать, что да, действительно, такие планы, такие надежды есть. Несмотря на холод и отчуждение ваших взаимоотношений. Единственное, что по Звезде это будет через какую-то длительную перспективу. Потому что, если вы загадываете, ну, допустим, вы про себя проговариваете там период месяца, это случится позже. Но то, что желает ли человек этого, да, действительно, это так и есть. Для тех, кто выбрал третий вариант. Здесь отношения однозначно поставлены на паузу. То есть, от окончательного разрыва я не вижу. Но партнер либо партнерша взяли, знаете, как время на переосмысление. То, что идет в ситуации отчаяния, это факт. Потому что человек сожалеет о случившемся. Но будет ли каким-то образом... Видите, ситуация осуждения в отношении вас. Считает, что вы поступаете несправедливо. Будет ли попытки выйти на связь по тузу мечей, да. Потому что здесь желание внести ясность, оставить точки над и. Не важно, к чему австан приведет, но человек попытается. Да, по прошествии времени. Но, тем не менее, попытки с его стороны будут сделаны. Поэтому у вас будет возможность захватиться за эту ситуацию и попытаться отношения ваши наладить. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Желает ли ваш партнер либо партнерша восстановить отношения? Это однозначно да. Потому что по данному аркану это желание дать второй шанс. Это желание как бы все простить. Здесь слишком много страсти, много эмоций. Человек это не отпускает. Но, это бы сказать, накрывает ситуацию. И здесь партнер либо партнерша готова вам простить все и вся. Потому что данная карта говорит о том, что чувства к вам, страсть к вам, они перевианируют на той обиды, на той ситуации, которая есть на данный момент. Даже будь вы исчадием ада, вас все равно будут любить из-за этого. Хорошо. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Здесь у нас падает повешенный, подвешенный. То есть желает ли на текущий момент партнер либо партнерша восстановить с вами связь либо отношения. Карта говорит, указывает на ситуацию застоя. Здесь человек себя выставляет жертвой ситуации. Ну давайте посмотрим, к чему же эта жертва здесь приведет. По тройке мечей ситуация разбитого сердца, ситуация разбитого любовного треугольника, который полностью высасывает все соки. И что же здесь по факту? А по факту нет, ситуация, вот карта луна. Не могут вам простить измену, либо обман, либо человек больше вам не доверяет. Я не вижу здесь перспектив и желания вернуться. Увы, но для тех, кто выбрал пятый вариант, ситуация складывается именно так. Хорошо. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Желает ли человек с вами помириться? Однозначно да. Особенно если это король кубков. Потому что тут, понимаете, манипуляция манипуляциями. То есть чувство, что берут свое. Сейчас даже его специально вытяну. Семерка мечей. Это, конечно, может быть ситуация и вашим, и нашим. То есть человек здесь может быть не свободен. Это, знаете, как попытки бегать на двора, либо на две семьи. Это может быть непосредственно ваш любовник, либо любовница. Смотрите, сейчас протрактую несколько ситуаций. Если здесь женщина, то мужчина знает, что вы не свободны, но тем не менее захочет к вам вернуться, будет наступать себе на горло, на свои эмоции. Если здесь мужчина не свободен, но, понимаете, он понимает, что для вас значим, и вы будете принимать его любым. Возвращаться будет к вам по страстям, и по любви, и по сексуальной тяге. Это факт. Будет ли вам верен? Нет. Но тут уже вам само принимать решение, стоит это делать или не стоит. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Желает ли партнер к вам вернуться? Да, желает. Потому что по рыцарю жезлов, тут в первую очередь амбиции. Амбиции доказать себе самой, либо себе самому, что вот я такой весь из себя парень, либо партнерша, от которой не могут отказаться. Хотя по двойке мечей, это не желание делать первый шаг. Потому что, ну, тут, как говорится, знаете, корона жмет. И нет желания каким-то образом уступать, либо идти на контакты, на переговоры. Видите, девятка жезла. Здесь партнер, либо партнерша эмоционально закрытый. Хорошо, все-таки здесь будет ли проявление? Давайте посмотрим. Да, ситуация выбора. Кто-то здесь будет определяться. Но вопрос, выйдут ли к вам на связь, выйдут, но не сразу. Потому что здесь вот такая вот встать в позу, да? Попытки сделать выбор не только разумом, но и сердцем. Так что ждите. Ну и для тех, кто у нас выбрал восьмой вариант. Померитесь ли вы? Ой, а тут чуть-чуть поведерка жезла. Тут позиция кто кого. Кто же прогнется? Кто же пойдет первым на контакт? Однозначно здесь никто никому не уступает. Но давайте смотреть. Все-таки выйдет ли ваш партнер, либо партнерша к вам на связь. Пары цирюмичей – это молниеносное сечение. Это встать в позу. То есть здесь будет сто процентов ждать инициативы от вас. Но по восьмерке Пентагрия могу сказать так. Если все-таки вы здесь прогнетесь, человек готов будет работать над собой над вашими взаимоотношениями и работать в целом над текущей ситуацией. Готов будет поменяться, либо что-то в вашей связи изменить. Но вы здесь должны подойти корректно, потому что очень большая здесь обида. И если человек для вас дорог, то первый шаг в этом случае должен быть с вашей стороны. Безусловно решать вам. Но здесь вот перспектива примирения, как бы это странно ни звучало, но она будет зависеть от вас, от вашего первого поступка. Поэтому делайте выводы, смотрите каждый на свою ситуацию, примиряйте к своей ситуации и отписывайтесь потом, пожалуйста, в комментариях, как у вас проигрывается данный расклад, либо не проигрывается. Вот такой кратенький у нас был экспресс-вариант. Для тех, кого интересуют индивидуальные консультации, более детальные, более полномерные, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!